Здравствуйте, дорогие девушки! Ну что, вы уже готовы приступить к обучению по бровям? Для того, чтобы качественно пройти три урока, нам нужно будет некоторые инструменты и материалы. Первое, с чего я хочу начать, обязательно приобретите, пожалуйста, белый карандаш или кремового цвета, он может быть бежево-розовый, марка не имеет значения, он может быть как для бровей, для глаз, а есть еще такие для губ. Какой будет, не важно. Важно, чтобы он был достаточно мягкий, когда вы рисуете, потому что есть такие еще карандаши светлые для ногтей, для того, чтобы сделать французский маникюр, чтобы ногти были белые. Он, как правило, очень твердый, нам нужно, чтобы текстура была эластичная, чтобы можно было очень быстренько, вот так вот, когда нам нужно будет подправить форму, сделать это. Поэтому светлый карандаш. Следующее средство – это карандаш для бровей или тени для бровей. Но не надо специально сейчас идти покупать. Лучше найти какой-нибудь карандаш для бровей, который есть в вашей косметичке. В качестве тени для бровей это могут быть просто тени, которые вы используете для глаз. Здесь неважно столько сам продукт и средство, сколько кисточки, потому что я вас научу делать красивые брови абсолютно любыми средствами из дегративной косметики. Когда есть хороший инструмент, то вы тогда получите 100% хороший результат. Поэтому перед началом обучения важно, чтобы если у вас есть карандаш для бровей, достаточно. Если нет, то даже пока приобретать не надо, потому что на первом уроке я расскажу, какие есть средства для бровей, чем они отличаются, какой эффект дают, и вы уже сознанием дела пойдете и приобретете тот карандаш или тинт, или помадку для бровей, которая будет идеальна для вас. Поэтому если есть карандаш замечательно, нет, ничего страшного. Следующее – это как раз важный инструмент, без которого не обойтись – кисточка для бровей. Кисточка для бровей – это кисточка, которая имеет вот такую вот скошенную. Вот эта кисточка конкретно, я ее купила вообще в канцелярском магазине, точнее в буквоеде. Я с удовольствием ее использую, потому что она идеально мягкая, очень хорошо прорисовывается, стоит недорого. Поэтому вот правильную кисточку для бровей можно купить в канцелярском магазине. Ну и, конечно, в марках, которые специализируются на кисточек для макияжа. Значит, в чем особенность этой кисточки? Она должна быть тоненькая, потому что есть кисти, которые у основания достаточно толстые, а есть кисточки, которые тоненькие. И вот смотрите, в чем разница, что тоненькой кисточкой можно сделать очень деликатную ювелирную работу. Вот, обратите внимание, толщина ворса. Вот та, которая верхняя, вы видите, она тоньше, та, которая нижняя, она толще. Поэтому, когда вы будете делать макияж, толстая кисточка может нарисовать лишнее, и в итоге не получится, опять же, то, что вы хотите. Пинцет для бровей. Тот, который есть дома, специально, может быть, даже покупать не надо. Если он у вас хорошо захватывает волоски, замечательно. Если нет, то купите обычный пинцет, никаких тут специальных рекомендаций нет, нам подойдет любой. Следующий важный продукт, который нам понадобится, это краска для бровей. Но она нужна, конечно же, не всем девушкам, а в основном те, которые, например, планируют красить брови. Потому что, если у вас от природы, например, они достаточно черные, яркие, то вам красить не надо. Хотя, даже девушке, которая имеет такие брови, бывает, что краска может заполнить некоторые пробелы, и вам даже карандаш не нужен и тени, вы с легкостью сможете проходить, вот с окрашенными в нужных местах зонами, в зоне бровей. И у вас будут идеальные брови. Поэтому краска для бровей я сейчас использую, точнее, не сейчас, уже очень много лет. Эта краска называется Егора Бонахром. Вот, она замечательная. Более того, здесь в упаковке есть все для того, чтобы смешать, не надо ничего отдельно приобретать. Очень удобно. Ну и, конечно, ватные диски, ватные палочки. Это по умолчанию, они нам пригодятся. Можно еще влажные салфетки. И у тех, у кого зрение, может быть, не очень хорошее, вам нужно приобрести зеркало, если у вас такого еще нету, которое будет давать там трехкратное или пятикратное увеличение, чтобы вы могли рассмотреть свои брови в хорошем качестве. Чтобы не выщипать лишнее, чтобы не прорисовать лишнее, чтобы симметрично получилось. Вот это основные инструменты, которые нам нужны. Но все подробно я буду рассказывать, конечно же, на уроках. Но вы уже сейчас можете посмотреть, что у вас есть в вашей косметичке. Вот, и, возможно, что-то, походу, уже сможете приобрести. Спасибо за внимание и до встречи на курсе.